Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи. Сегодня хочу поговорить о такой теме, как пережить расставание. Итак, с чего начнём? Конечно, я могу вам сказать такие простые вещи, как пережить расставание, как это делают все, наверное, и я в том числе. Итак, первое, что мы можем сделать, это пуститься во все тяжкие, да, грубо говоря, и пойти, значит, в разгул. И, в принципе, это полезно, это одна из частей расставания, которая способствует и помогает развеяться, не думать о своём любимом. Главное, знаете, вот это вот не переживать, сидеть дома, с ума сходить. То есть мы можем пойти в клуб, окружить себя мужским вниманием, знакомиться, ходить на свидания каждый день. Мы должны максимально окружить себя мужским вниманием, то есть это я рекомендую. Если нам получится влюбиться сразу, то это супер. Но вообще я бы рекомендовала, может быть, даже сразу не влюбляться, а всё-таки уделить больше времени себе. То есть к мужчинам не очень серьёзно относиться, пока вот в таком вы периоде, да, то есть не сразу искать замену себе. Потому что, во-первых, её очень сложно будет найти, прям серьёзную замену, да, такую. А во-вторых, ну как бы это совсем неправильно, потому что обычно, если вы расстаётесь, и вам нужно это пережить, значит, это тяжело для вас как-то далось. И значит, для этого нужно время, и не нужно вступать в новые отношения или какие-то, да, с ещё незаконченными этими. Это несправедливо будет ни по отношению к мужчине, который новый у вас будет, ни по отношению к самой себе. И вообще неправильно и нечестно, вот грубо говоря. Поэтому вы можете развлекаться, честно, мужчинам, да, своим каким-то ухажёрам, говорить, что вы гуляете, вы свободны, вы отдыхаете, ничего серьёзного. Прям вот просто вот, да, играйте. Ходите в клубы и так далее, и так далее. Второй момент, который лучше всего делать, это, конечно же, окружить себя с заботой вниманием саму себя. Так как ваш мужчина, с которым вы, наверное, расстались по каким-то причинам, он этого не делал, либо уже не будет сейчас делать, а значит, вам срочно нужна замена. И кто это сможет сделать, кроме вас? Только вы. Поэтому сразу же покупайте себе подарки, раскошелитесь на то, что вы раньше не раскошеливаетесь, пойдите в фитнес-клуб, вложите в себя денег, в свою красоту, в своё здоровье. Это обязательно прям балуйте себя, вот что я могу сказать. Ходите в театры, в кино, да хоть одна даже, берите подружек там и так далее. Конечно, всё это можно делать, да, и куча ещё способов, я уверена, вы знаете. Главное не сидеть дома и не плакать в подушку, не лить слёзы, потому что это, как бы, горе не поможет, грубо говоря. Самое первое, что нам может помочь, это время. Но главное, секрет весь этот, вам будет легче пережить расставание, если вы поймёте, что на самом деле в жизни всё не постоянно. Вот одну такую вещь вам стоит понять и осознать, как, поверьте, все перемены, которые будут в вашей жизни с вами случаться, потому что есть люди, которые вообще просто к переменам тяжело относятся, любые перемены, которые будут с вами случаться, будут проноситься легче, потому что внутри будет осознание того, что всё не постоянно, всё меняется. Мы очень тяжело переносим расставание именно по той причине, что нам казалось, что всё, мы будем вместе всегда, навсегда, как бы, и тут случаются разрывы, тут случается что-то, так, как вы не ожидали, и для вас это такой шок, такой стресс, и вы не знаете, что же делать, как это пережить и как дальше вообще с этим жить. Но нужно всегда помнить, особенно если вы привязываетесь к каким-то вещам очень сильно, главный секрет всего этого, чтобы вы потом не страдали, просто помните, что в любой момент это может от вас уйти. В любой момент вы можете потерять ваши деньги, в любой момент вы можете потерять хорошие условия, ваш дом, в любой момент вы можете потерять мужчину, это вообще быстрее всего. Быстрее всего то, что вы можете потерять, по-моему, это мужчину, так как в наше время это вообще не постоянно. И поэтому, понимая вот этот вот такой вот закон, да, вы обратите внимание вообще на все, да, что все меняется, да, работа, нашли вроде бы, работайте на ней много лет, раз она поменялась, люди сходятся, люди расстаются, люди счастливые, потом несчастные, дома строятся, потом рушатся, деньги есть, потом их нет. Нет, попробуйте, чтобы более быть точным в этом, уверенным, понаблюдайте вообще за этим, попробуйте найти хоть одну вещь, которая бы стояла бы вечно, наша земля, она все время меняется, даже есть, говорят, такие периоды, когда мы живем, живем, развиваемся, да, а потом все сгорает или что-то там происходит, да, и жизнь начинается вся заново, то есть, и мы все проходим все эти этапы заново и заново, то есть, попробуйте, понаблюдайте за этой вещью, просто осознайте и примите это как должное, как то, чего изменить мы, к сожалению, не сможем, что все вещи, которые нас окружают, все это меняется, все теряется, приобретается и так далее, то есть, если вы поймете эту вещь, то вам станет легче, вам станет легче переносить расставание, вам станет легче вообще относиться к каким-либо переменам, чтобы это не было, потеря денег, дома, переезды и так далее, все на свете, да, ну и самое главное, что, то можно было бы еще в этом сказать, это лично как я переношу эти все, да, перемен, самое главное, что можно сказать, что все, что мы имеем в этой жизни, все наша заслуга, я считаю, что если мы кого-то теряем, ну, значит, по каким-то причинам мы должны этот пережить момент, да, то есть, он должен был с нами случиться, мы должны его пережить, пережить, и от нас требуется только то, чтобы мы пережили это красиво, значит, самые легкие моменты, которые мы можем делать, да, это окружить себя подарками, окружить себя заботой, окружить себя мужчинами, и еще, еще нам нужно научиться жить в одиночестве, не то, чтобы жить в одиночестве, вот, наверное, все, сейчас, большинство испугалось разу, ой, как-то жить в одиночестве, что-то такое, тра-ля, нет, нам нужно научиться быть один на один с самим собой, если вы, находясь дома, не наслаждаетесь тем моментом, что вы сами с собой, не наслаждаетесь со своими мыслями, поверьте, никому это не будет интересно, находиться с вами, с вашими же мыслями, если вы сама с собой не можете находиться, вы должны полюбить нахождение самой собой, и для вас не должно быть трагедии того, что ушел какой-то от вас человек, вы самодостаточной должна быть, и вы должны сами себя уметь развлекать, сами собой наслаждаться, и сама с собой получать кайф, это обязательно нужно научиться, без этого никак, потому что, если вы не сможете любить себя, вас никто не сможет полюбить, вот, в таком широком смысле, вам всегда должно быть, есть чем заняться, понимаете, вот, ну и самое главное, без всех этих вещей, которые, которые я говорила, да, о том, что там гулять, развлекать, мужчины и так далее, можно очень легко переживать расставание, если вы просто поймете, что все меняется, и когда вы находите очередного мужчину, не цепляйтесь за него когтями, и вот это мое, да, классно, это счастье, но просто не забывайте о том, что его может не стать в любой момент, а это вообще такая вещь очевидная, потому что наше расставание с любимым человеком и с нашими близкими, оно вообще неизбежно, по одной простой причине, что мы хотя бы умираем, просто умираем, кто-то из нас точно умрет, либо мы умрем, и мы расстанемся, либо наш близкий человек умрет, извините, конечно, такие грубые слова, может, кому-то сейчас это очень больно, страшно слушать, но это правда, я всегда люблю говорить правду, вот, вот, прям вот так вот, не бойтесь этого, это то, от чего мы все вообще не избежим, мы все болеем, мы все умираем, к сожалению, поэтому просто нужно об этом помнить, ну, ладно, это я грубо говоря уже, это просто как по факту, что так или иначе мы потеряем близкого нашего, да, ну, а расставание, представьте, сколько людей живет, по тысячу раз расстаются, разводятся, удивительно, что люди когда-то жили 20-30 лет и расстаются, это лишний раз только подтверждает то, что все вокруг не постоянно, я желаю вам понять этот момент, осознать его, я желаю вам все какие-то горести и такие несчастья, маленькие и большие, переживать достойно, с силой выходить из них и жить дальше, поверьте, расставание с молодым человеком, это далеко не самая страшная проблема, и я желаю, чтобы на вашем пути были только шикарные мужчины, чистая, светлая любовь, чтобы она была у вас как можно дольше, даже с учетом этого непостоянства вокруг, и чтобы все расставания и потери, если таковые вдруг случались, вы переносили очень красиво и легко, я желаю вам счастья. Если мое видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал обязательно, потому что впереди много интересного, и с вами была Селена Свей, я вас люблю, пока-пока!